Добрый вечер, дорогие телезрители! Пятница, 19.30 в эфире национального телевидения программа «Один из нас», которую вот уже много лет веду я, журналист Дмитрий Аргонов. И темой нашего сегодняшнего заседания будут постапокалиптические такие картинки, которые уже появились на федеральных СМИ. Многие наши зрители, многие пользователи социальных сетей, новостных каких-то ресурсов уже видели картины, когда из обмелевшей реки выступают остовы давно уже затонувших кораблей. Люди, может быть, говорят, что у нас какие-то пляжи открылись и так далее, по недопониманию, недооценивая ситуацию. О том, является ли эта ситуация с обмелением водных артерий глобальной, о том, какой урон это может нанести экономике республики, мы сегодня поговорим с нашей очень компетентной и авторитетной аудиторией. Доброго всем дня, спасибо за то, что приняли наше приглашение. Ну, картина в целом ясна. Люди, которые плывут пароходами, это не к месту, а летят самолетами и так далее. Сверху видят картины такие, что русло реки, ну, фактически вся в песках. Людей это настораживает, они включают все свое воображение, говорят, все, последнее, скажем так, наступило, конец семь, свету в том числе, реке Кемболь. Вообще, как вы, поскольку люди все с большим опытом, ну, Александр тоже, поскольку, несмотря на более молодой возраст, нежели его оппонента, не то, что оппонент, собеседники, тоже является большим специалистом. Вы помните, чтобы река вот так вот обмелевала в течение, ну, там, последних лет 50? Так, ну, пожалуй, я начну, да? Да. В целом, вот явление, вот обмеление реки Лена, да, оно бывает нечасто, но мы люди, которые вот работаем ближе около нашей реки, ну, скажем, рек, водных объектов. В принципе, мы всегда это как-то, ну, может быть, правильно понимаем или как-то часто сталкиваемся. Вот, допустим, такое аномальное, конечно, вот обмеление, оно, вот, как вот между собой мы разговариваем и говорим, оно произошло довольно давно, ну, в прошлом беке. Вот, в 1985 году, говорят, это более 30 лет было такое явление. Ну, тогда, конечно же, мы все были молодые, наверное, только начали, наверное, работать вот в этом поприще около водохозяйственной организации и так далее. Поэтому, может быть, даже не обратили, может быть, внимания, вот. А так, конечно же, оно, обмеление реки, оно происходит. И при том, как вот, ну, я читаю и как знаю, оно и в России имеет место, и вообще в мире есть. Вот сегодня, допустим, если даже открываем более последние новости, то серьезно вот такое явление происходит вот в Камбодже, да, это река Мекон. Вот, а в России эта проблема всегда присутствует на реке Болга. Вот, в этом году-то уже там достаточно сильное обмеление, хотя Болга, оно и регулированная река, несмотря на это. А для северной вот нашей реки, матушкой реки Лена, да, это довольно опасное вот явление. Вообще обмеление – это очень опасное гидравийское явление. Это нарушение водного баланса и режима реки. Ну, мы считаем, что к этому мы шли как-то постепенно, наша река шла. Вот, об этом, наверное, хотелось немножко тоже сказать. Дело в том, что обмеление всегда не зависит, ну, с одного дня, с одного месяца, да, лета, допустим. Вот, говорят, пожары шли летом, была жара, и вот поэтому мы обмелели. Нет, конечно же, проблема чуть глубокая, на мой взгляд. Это, во-первых, последние годы, как у нас река работала, да. Вот, вот, весенние истоки, летние истоки, они всегда были, они не очень большие. Вот, потом амплитуда вот летних, осенних паводков, прошлых лет, тоже они как-то нас настораживали. Ну, и плюс, конечно же, осенняя увлажненность. Вот, в прошлом году у нас не очень было, и плюс еще установление для достава, вот, тоже на маленьких уровнях было. Ну, и в зимнее время снегозапасы, вообще, по водосборной площади, по бассейну реки Елена были, они не очень большие тоже. Вот, это мы заметили, когда весной пропускали половодие весенние. Мы, вообще, весеннее половодие, оно шло на низких уровнях. Вода накапливалась и разрушала лёд, и шла, значит, на север. Вот, поэтому, вот, явление, которое вот мы сегодня видим, осеннее время, ну, в целом-то осенью всегда меженый период. Вот, в это время река уже, любой бодный век, река, он высыхает, он уже переходит, так сказать, самые низкие уровни. Вот, а сегодня мы видим, да, низкие уровни упали вот ниже того, что вот мы ожидали и так далее. Поэтому люди, которые вот ходят на рыбалку, отдыхают, они увидели, что у нас река совсем обмелела. Да, обмеление есть. В принципе, если более глубоко говорить на эту тему, то один из, вот, любой из моих коллег скажет о том, что мы к этому шли постепенно. Это, во-первых, большое антропогенное воздействие, которое мы оказываем, значит, вот развитием нашей жизни, о развитием техники и так далее в нашем бассейне реки Елена. Это и Быровка лесов, которое, вот, наверное, шло, ну, более, может быть, 70 лет активно, ну, более 50 лет активно, да. Мы бозим. Видим же по реке Елена мы, как наступает навигация, уже начинаем бозить лес. Откуда мы бозим? Где-то границы нашей республики, Бетима, со всех этих, отрек, Мск, Ленска, Базилии. Сейчас мы с Иркутской области бозим. У нас лет закончился, поэтому это меняет, в любом случае, климат и накопление, вот, скажем, запаса боды, и оно влияет на боковую приточность. Ну, и могут быть и другие проблемы. Это везде мы в годы советской власти, ну, и сейчас мы везде вынимаем песок много, при том, очень большими размерами, вот, поэтому и меняется режим. Где-то вода должна остановиться, а он насквозь проходит. Поэтому вот в тех местах, где в прошлом году, допустим, была нормальная глубина реки, а в этом году нету. Ну, нету вот каких-то естественных плотин, которые были на дно реки, мы их нарушаем. Поэтому все это в купе, конечно же, вот, приводит вот к таким нарушениям, которые вот сегодня мы видим. Ну, и плюс к этому могут быть и какие-то, может быть, глобальные проблемы, о которых вот сейчас много пишут и говорят ученые мира о том, что у нас идет не только вот, наоборот, обмеление идет во многих реках. Это вот как-то сиклично идет, значит, какая-то тут проблема, которая лежит, видимо, в целом более глобальном вот режиме, ну, масштабе. А для нас обмеление реки и в целом-то снижение вот глубины на реках, оно, естественно же, отрицательно влияет на нашу вот хозяйственную работу. Вот мы сегодня, ежегодно мы возим более 1 миллиона тонн груза на наши северные улусы. Поэтому это составляет 1 миллион 400 тысяч тонн мы должны возить, значит, наши вот перевозчики должны возить на северные группы улусов. Ну, или мы его называем северный завоз, да. Сегодня мы достигли 66 процентов, аналогичный период прошлого года, это было на 18 процентов больше. Но, несмотря на трудные вот в этом году вот обмеление, скажем, проблемы, мы планируем где-то выйти в более 90 процентов. Ну, и, наверное, ведем сейчас активную работу, наш комитет ведет активную работу на переход на перевозку автотранспорта. Ну, некоторые более такие нужды, грузы, которые ожидают, так сказать, можно и в автоземникам возить. Вот, поэтому, ну, и еще можно, наверное, сказать о том, что это не только на реке Лена, но и в других реках нашей республики тоже вот такая же проблема есть. Допустим, это Яна, в этом году проблема очень серьезная. Ну, на Индегирке более-менее в этом году. И еще на реке Колыма, в этом году тоже там хорошо. Поэтому, ну, и река Амга, Белюй тоже, все наши реки, вот, проблема обмеления, снижения вот глубин, оно, оказывается, конечно, влияет очень большое значение. Ну, как бы, введение можно вот так примерно сказать. Ну, Иннокентий Михайлович вспомнил, что он долгие годы являлся руководителем федерального учреждения Ленского сельного водного управления. В первую очередь он, конечно, гидролог, человек, который, ну, занимался как раз мониторингом ситуации на водных артериях нашей республики. И являясь сейчас первым заместителем руководителя Государственного комитета по безопасности жизнедеятельности, обеспечению безопасности жизнедеятельности, ну, с проблемами, которые, ну, прикладными проблемами, которые и грузооборот, и северный вот тот завоз непредственно занимаются. Мы, в принципе, выслушав такой монолог Иннокентия Михайловича, можно вспомнить все. И ватсап, где обвиняют китайцев в целенаправленной вырубке леса и поджогах леса и так далее. Ну, реально. Но на чем-то основываются же вот эти слухи народные, которые говорят, вот в Верховьях там палят с ней, валят лес и оттуда река обмелью. В принципе, Александр, ну, давайте ваш комментарий. Так, ну, Иннокентий Михайлович уже основные проблемы затронул. У нас вот весеннее половодие, еще раз повторюсь, оно прошло на очень низких уровнях. Уровени воды на пойму они не выходили. Ну, и вслед за весенним половодием уже вторая волна, ну, в простонародье черная вода, да, она тоже была низкой. Сразу же после этого, после прохождения второй волны весеннего половодия, да, которая прошла у нас в июне, сразу после этого у нас уровни воды начали постепенно снижаться. Они снижались. Таких стоков, формирующих осадков в Верховьях Алёкмы, Витима и в бассейне Верхней Лены не было. И поэтому мы уже 20 августа дошли вот до самого минимального уровня воды на реке Лена под городом Якутском. Ну, отслеживается же не только под городом Якутском, но вообще в целом по... Ну, в целом по республике и на территории Иркутской области, и на территории Чеченской области. Александр, а как... Вы же пользователь там соцсетей, наверное, вот смотрите Инстаграм, Ватсап, там утонувшая машина и надпись «Вода прибывает». Все. Давайте сразу после рекламы мы вернемся вот к этому, рекламу прямо сейчас. Водная артерия Это живой организм, но подтверждают все свойства, скажем так, либо обмелевать, либо наоборот наполняться водой. Это свойственно всем водоемам. Ну, вот еще раз мы остановились на том, что люди теперь начинают, после того, как опубликованы были фотографии там, выглянувших от стола кораблей и так далее, теперь затонувшая машина и надпись там «Вода прибывает». Прибывает ли вода? Да, под Якутском сейчас уровни воды немножко растут, но вот в ближайшие 2-3 суток спады должны опять возобновиться. Но, опять же, там светимая небольшая волна выходит, дождевого паводка, солёкма тоже выходит. Поэтому такой интенсивный спад уровней, скорее всего, сейчас на следующей неделе прекратится. И, по крайней мере, уровни воды остановятся на одном месте или произойдет небольшие подъемы уровня воды. До полуметра, скорее всего. Иннокентий Михайлович подчеркнул антропогенный, ну, в достаточной степени антропогенный характер вот этого явления, да? Это вырубка лесов, это и пожары, которые тоже связаны с жизнедеятельностью человека, да, лесные пожары. Но, а может ли человек включить обратный процесс? То есть, вот вы говорили, влога река регулируемая, да? Ну, тут что можно сказать? Вообще, говорят же, вот, природы нет плохой погоды. Вот когда, вот, река, мы сегодня, значит, низкие уровни, река обмелела, и все пляжи, все берега у нас оголились. Ну, наверное, в это время, вот, скажем, муниципальным образованием, тем населённым пунктам, которые располагаются на берегу реки, ну, заниматься хорошими делами. Можно чистить спокойно, допустим, да? Можно вести какие-то работы на берегу и так далее. Мы всегда же, вот, говорим, да, вот, строим, допустим, в Нижнем Бестяхе объект, берегу Круппления. В прошлом году всегда мы говорили, воды много, мы не можем работать. Вот сейчас самое хорошее время, да, когда всё оголилось, вести нормальные работы, посмотреть всё-таки, как они построили именно под водой, и всё это оголилось. Поэтому самое хорошее время, вот, когда принят какие-то меры, вот, именно для ведения, вот, наших хозяйств. Очистить берега, реки, вот, как раз субботников всегда строят, да? Вот самое хорошее время. Посмотреть пляжи, где торчат там эти, скажем, ароматуры и так далее, и так далее, гре. Всё можно вот вынуть спокойно, там техникой можно, которую мы не могли решать при высокой воде. Это вот в плане, как, вот, так сказать, мириться вот тем, что у нас случилось, и нормально вести вот наше хозяйство. Потому что же мы сегодня, допустим, хоть воды нет, мы не можем его как-то поднять. Мы ждём сейчас у нас питание в этой реке Длина, это дождевое и снеговое. Вот, снега нету, мы ждём только дождь. Но, когда идёт вот такое обмеление, конечно же, маленькие дожди, они сильно не влияют. Если дожди идут сильные на верховьях реки Длина, вот, где горные массивы и так далее, вот, оно, естественно, же окажет влияние. Вот, Бетим у нас. Вот мы сегодня перед этим говорили, о том, что у нас кто влияет в основном? Вот, Средняя Лена, это Бетим, это Лёкма какой-то стати, тоже горные местности. Ну, и верховья реки Тунгуска и так далее. Эти реки нормальные дожди пойдут, притом продолжительные, тогда будут подъёмы воды. Вот, или, скажем, вот, реку Яна, да. У нас там гидропосту, вот, на реке Адыча отметили, значит, повышение на полметра. Вот, мы промежутки между Нижнеянском и Ускульгой ждём воду. Вот, сейчас, наверное, там подъём будет, у нас там не хватает полметра, чтобы сюда нормально доставили все грузы, которые запланированы от Нижнеянска до Ускульги. Вот, поэтому, тут, конечно, надо более спокойно отнестись, потому что, как бы сегодня всё решает наша природа. А другое дело, вот, мы, опять же, всегда в таких моментах критически люди начинают думать, да. Как же вот нам сделать, чтобы наши реки всегда имели воду, достаточно для объединения нашего хозяйства, чтобы люди отдыхали, чтобы сюда ходили, базили груз и так далее. Ну, может быть, надо было думать, где-то в верховье реки Лена построят нормальное водохранилище, которое только и регулирует реку Лена. Может быть. Как регулирующий механизм? Да, регулирующий. Если воды мало, чуть поднимаем, и вода поднимает уровень воды. Но, опять же, вот, когда начнём о этом говорить, экономическая составляющая насчёт эффективности у нас, наверное, будет ниже. Потому что же у нас население, вот, 1 миллион, ну, 970 тысяч. Сколько грузов, вот, мы возим, тоже оно известно. Сегодня мы, вот, на все нужды республики возим на Северный Завод, вот, 1 миллион 400 тысяч тонн. Вот. Это совсем немного. В годы советской власти мы возили много. Суда ходили друг за другом. Сейчас же, вот, даже ездишь далеко в сторону Жиганска, ну, пару там судов мы встречаем, а даже, ну, и в основном, Путейская работа. Путейская вот это судно. Поэтому тут, конечно же, вопрос, так сказать, палка двух концов. Можно, конечно, вмешаться в природу, но стоит ли оно-то воды? Вот, поэтому, пример, допустим, вот, река Коломада. У нас там, в Берховьях, уже скоро будет второе, ну, скажем, второе водохранилище, да. Уже через полтора года, пару лет будут сдавать УСС Риганская ГЭС, которые они вместе с Колымском, они вырабатывают электроэнергию. Вот. Поэтому у нас есть возможность, когда при снижении уровней на реке Колыма, мы чуть-чуть приподнимаем и водоспускаем для наших нужд. Для нужд судоходства и, ну, хозяйства. Поэтому там нормально. Или у нас проблемы, которые возникают на реке Белюй, да. У нас работает межбедовщая рабочая группа по регулированию Белюйского водохранилища. И уже начиная с Бесны и Путейса, и судоходчиков, и наши перевозчики, ну, и административный орган Бунговского обеспечения, и для правительства, наши гидрометные обеспечения. Все собираемся и решаем, сколько же воды мы будем пускать в этом году по реке Белюй для перевозки груза, для мужа сельского хозяйства, ну, оставляя часть воды для выработки электронерки. Вот. Поэтому там у нас тоже нормально по реке Белюй. Сейчас тоже там мало воды. Опять же, тоже идет обмедение. А когда нам нужно было, мы спускали воду, чтобы сюда поднимались и обратно вернулись. Вот. Поэтому вот такой единственный вопрос. Если мы строили водохранилище, тогда мы решали вопрос. Ну, я помню, вот, в 80-е, 90-е годы этот вопрос поднимался, и ученые достаточно активно, ну, муссировали, были даже, по-моему, технико-экономическое обоснование по строительству соответствующего водохранения. Но он пока сейчас утих, и сегодня этот вопрос можно поднять. Вот. Ну, другого пути для обеспечения, вот, скажем, до судоходства, ну, это многолубительная работа, которую, наверное, расскажет наш коллега, скорее всего, более активно. Сергей Витальевич, давайте все-таки, Лорпия является крупнейшим перевозчиком в бассейнах, не только Линон, но и Северных рек, Вилюи. Давайте, вот, ваше видение, как перевозчика ситуации, и с чем может, какие меры могут предотвратить более худшие последствия? Ну, во-первых, добрый день всем. Во-вторых, начнем с того, что Лена – это река естественного стока, в отличие, вот, что коллеги говорили, в отличие от рек европейской части, той же Волги, где регулируются уровни воды, и водность реки регулируется водохранилищами. У нас этого нет. Река естественного стока, которая зависит от многих факторов водности. Ну, это дожди, таяние ледников и прочее, прочее. Более того, в советские времена верхний участок реки был, до Алёкмы, так скажем, он был гидросооружениями небольшими, все-таки, укреплен для поднятия воды искусственно. Это полузапруды, которые на всем верхнем участке, от Осетрова до Пелидуя. В Алёкминске полузапруды, спрямляющие, значит, дамбы были, которые поддерживали воду, не давали растекаться реке. И уровни были, скажем, немножко искусственно подняты. Тогда, в то время, и гарантированные глубины на всей реке были больше, чем сейчас гарантированные глубины дают нам бассейновое управление пути. На 50 сантиметров в среднем. На барах рек Индигирка, Яна, они больше были на метр практически. Там поддерживались такие глубины в советское время. Здесь, на территории республики, не только речное пароходство. Единственное, везде было Ленское объединенное речное пароходство одно. Но было и морское пароходство, северо-восточное морское управление флота. СВУМФ. Который совершал перевозки. У них были суда моря-река, которые заходили по барам в устье Яны. На внутреннем рейде выгрузку сделали. То есть, вода здесь уровня также немножко искусственно поддерживались. Хотя и, естественно, стока река. Что касается, значит, периодов водности. Малой воды, высокой воды. Это циклично всегда было. Как пример приведу, вот уже коллеги говорили о 85-м году. Но там маловодие было с начала 80-х годов. Было так же, как вот сейчас, несколько лет подряд, было малые уровни воды. И 85-й это пик, когда, ну, точно такая же ситуация была. А сколько продолжается вот маловодие, ну, судя по прошлым циклам? Ну, разные. Значит, от 5 до 6 лет. Единственное, что только сейчас, и это отмечает гидромет, он отметил вот на последнем крайнем совещании, значит, проводилось в Минтрансе. Там было отмечено, что цикличность эта меняется. То есть, периоды маловодия увеличиваются, а периоды большой воды уменьшаются. С чем это связано? Это, скорее всего, связано с природой, с глобальным потеплением и прочим. Мы видим, что сейчас, вот, например, Амур топит, у нас нет воды. Хотя район, начало этой рек, которые питают водностью рек, он находится рядом. Водораздел идет на Лену, водораздел идет на Амур. Вот дожди идут на том водоразделе, который идет на Амур. Те реки, которые впадают в Амур, они многоводные, они несут воду, то есть поддают это. Здесь у нас, к сожалению, пока нет. Никто нам большую воду не обещает. Более того, прогноз неутешительный. Где-то до первой декады сентября воды не ожидается. Со второй декадой возможно. Но мы уже входим в осенний период. И с третьей декады сентября уже начинаются отрицательные, могут начаться отрицательные температуры. Боковые уже ручьи и реки не будут давать воду. То есть начинается именно осенний межень, который не даст нам реку. То есть примерно у нас 10-2 недели, максимум в сентябре, возможно, будет, когда вода. И мы можем... Давайте сразу после рекламы вернемся к обсуждению, вот видению, вернее, представителя ЛОРПа Сергея Витальевича Емельянова. Реклама. Мы продолжаем программу «Один из нас». Один из нас в моем лице, который, хотя и не обладает какой-то яхтой, катером и так далее. Просто мнение было, Сергей Витальевич, что перед началом передачи, то, что последние десятилетия только люди стали обращать внимание на состояние реки. До этого это была прерогатива только профессионалов, вроде вас, да, а сейчас с развитием и малого судоходства, и тех туристических, возможно, маршрутов, да, люди стали обращать внимание на состояние реки. Вот, все-таки, профессионалы, мнение профессионалов на состояние реки – это одно из ключевых, поскольку, еще раз говорю, ЛОРПа обеспечивает, ну, фактически всю транспортировку грузов по водной артерии, потому что река – это не только, скажем так, эстетика, да, это не только питание грунтов и так далее, это еще и крупнейшая транспортная артерия. Вот мы продолжаем, то, что была цикличность, то, что в советское время было, мы такой ракурс исторически сделали, ну, а сейчас вот по состоянию на 2019 год, вот у вас остается определенное количество времени для того, чтобы выполнить свои задачи, да, можно ли какими-то усилиями, скажем так, чтобы вот эти недели, они прошли в более-менее комфортном режиме для транспортников? Вряд ли? Ну, все зависит, конечно, от условий плавания, которые нам погода сделает, но мы полностью готовы к такому. Несколько лет в мелководье нас приучили к этому. Значит, мы работали, значит, с перевалками, что такое перевалки, когда мы мелкосидящим флотом брали количество на ту осадку, которая была позволена нам ходить, позволяла нам ходить, на более глубокий участок приходили, перегружались в более большие суда и так далее. Обычно у нас, значит, в мелководье где-то 3-4 перевалки. Этот год чем характерен, что сейчас река, в отличие от всех предыдущих годов, она, значит, гарантированные глубины пропали на всем протяжении, от Осетрова до устья реки, до Столба. Значит, объявлена статья 77 Кодекса внутреннего водного транспорта, о чем она гласит. Значит, нас ограничили в осадке, на некоторых районах запрет наложили, потому что у нас не хватает просто осадки пройти в этих районах. Сейчас вот эта статья действует, как я уже сказал, от Осетрова и до устья. То есть у нас нету остров Столб, да. У нас нету района такого, где нету этой статьи. То есть мы везде везем с недогрузом большим и везде мы осуществляем эти перевалки. У нас уже не 3-4 перевалки, а в 2, а иногда в 3 раза больше. То есть на всем протяжении реки наши суда буквально ползают на брюхе. Более того, мы непредсказуемы, мы не можем предсказать сейчас. Если, когда река, значит, идет, мы видим падение уровней, начинается в верховьях, мы уже рассчитываем, как грузиться, чтобы пройти, сколько времени нам понадобится пройти какой-то затруднительный участок реки. Мы знаем лимитирующий участок, где глубины слопаются. Мы уже расчетно считаем. Сейчас мы не можем это сделать, потому что мы выходим с одним грузом, груженный, вроде бы нам позволяют глубины. Доходим до вот этих лимитирующих участков, вода падает больше, чем это. Мы вынуждены паузить эти суда, то есть выгружаться в какой-то, значит, другой плавучий объект, проходить этот участок и опять догружаться. Это дополнительные затраты, это очень бьет по нашей экономике. А так как только мы в Арктику перевозим госнужду, все энергетические грузы для населения, обеспечения жизнедеятельности населения, мы вынуждены это делать в любом случае. И мы, я считаю, что сделаем это, мы перевезем и в этом году, как обычно все. Единственное, что наши затраты возрастут, а доходы останутся на прежнем уровне. То есть мы вынуждены будем делать не один рейс, а три рейса, чтобы перевести тот же объем. На такое же расстояние увеличивается в три раза. Но самое главное, не пострадает ли при этом население вот тех самых северных наших улусов, террорайонов? Это самое главное. То есть во главе угла-то все-таки стоит человек, и какие бы затраты не несло государство, все равно во главе угла стоит человек, население. Вот что думают главы северных как раз улусов, Иннокентий Михайлович? И нет ли у них определенной тревоги? Именно вот планирование перевозки грузов на северные арктические улусы, оно запланировано с тем планом, чтобы не было там каких-то чрезвычайных ситуаций, в любом случае. Вот поэтому я сегодня должен сказать, ну, перед населением, кто слушает, о том, что у нас все плановые цифры, они будут выполнены. Ну, не было года, что мы что-то не базили. Если что-то у нас, вот, как говорит Сергей Витальевич, где-то мы оставим в других причалах, где, скажем, выгрузим по пути, ну, когда не будем говорить, тогда мы активно будем, как и прошлые годы, организовать автоперевозки, приоткрыть автоземника. Ну, такое было, и в этом году мы тоже планируем, вот, наверное, мы, если вообще не будут возможности по реке Яна, от Нижнеянска будем возить до Ускуйги. Это делали и будем делать. Вот. А так, максимально, в целом-то, мы выйдем более 90%. Ну, там чуть-чуть останутся более-менее такие грузы. Вот. Для нас, конечно, в этом году для перевозчиков и для Госкомитета, который курирует вот, вот, Северный завоз Арктического области нашей республики, год, когда мы должны максимально решить эти проблемы. Это время, когда мы должны поднатужиться и решать все пути решения вот этого вопроса. Ну, наверное, мы к этому и планируем, и сегодня уже у себя и перевозчиками, и транспортниками мы ведем разговоры об этом, как будем решать. Вот видите, вот сегодня один из главных наших перевозчиков объявлено речное пароходство, Ленская, вот, говорит, мы будем стараться выполнить. Поэтому, несмотря на все трудности, конечно же, мы работаем на эту тему. Вот. Но, как у нас будут последующие годы, это обмеление у нас только началось, или вот где-то находится в середнем, так сказать, ну, может быть, в последующем году тоже так же будет, да, в следующем году может быть. Поэтому мы готовимся к этому. Поэтому мы сегодня вот максимально начали изучать это аномальное явление, низкие уровни. Сегодня очень хорошо видны все нынешние порватеры, основные вот русла, где у нас есть, где у нас вот ходят вот эти суда. Поэтому уже мы начали вместе вот с Ленским бассейном водного управления, чтобы иметь последующий материал, уже снимаем и вот беспилотных летательных аппаратов. Это поможет нам для нормального проведения вот ослабления прочности льда на весеннее время. Каких местах у нас какой лед будет и где он лежит. Иногда же были моменты, когда мы начали пилить или там начали зачернять, попали мне в то место. Вроде бы порвать и так было, а когда весной мы приходим, уже там песок лежит. А сейчас время, когда мы очень активно должны изучать вот это явление. Поэтому, ну, инициатива газкомитета вместе вот с бассейном водного управления мы ведем эту работу. Уже ребята летательные аппараты, мы снимаем все вот эти русла и реки Лена, где нам нужно. Ну и в последующем мы же всегда вот ежегодно поднимаем и пески для нужд хозяйства, для строительства. Мы эти проблемы тоже смотрим, где можно взять песок, где нельзя взять. Мы смотрим активно районы газопровода, который является у нас сегодня в одним из затор опасных участков реки Лена, где ежегодно мы встречаем заторные процессы. Вот поэтому работа идет и для нас это явление как бы, ну, обычное для нас, для водников. А вот насчет населения. Население, конечно, сегодня активно он бывает на реке, отдыхают. Мы помним вот где-то первой половине июля месяца, когда уже был определенный подъем паводок по реке Лена, опять же, да, люди говорили, у нас песка нет отдыхать. Вот это конец июня, когда у нас вот праздник шли, люди хотели на реку, песков не было. А сейчас песков хоть сколько не отбавляют. Вот, поэтому тут еще одна проблема, о которой мы должны, наверное, сегодня говорить о том, что обмеление всегда делает очень нежелательные, ну, явления для рынохозяйства. Вот, как раз идет нерестовый период, сейчас вот скоро начнется, объявится месячник для связи с нерестом рыбы и так далее. И все нерестовые участки, вот глубиной вот метр-полтора метра, да, где рыба ходит, питаются, вот они сегодня обмелены. Поэтому, ну и все рыбаки говорят, что в малой воде выход реки, ну, скажем, Омуля, Ряпушки с реки Лена тоже будет намного хуже, чем при большой воде. Поэтому это, наверное, один из таких тоже проблем, которые связаны вот обмелением реки Лена, ну, и в других реках. Поэтому, наверное, и это скажется на экономическом плане для сибирян, которые занимаются рыболовством активно, для хозяйств, артелей, которые вот на устьевой части реки Лена, ну, скажем, и в других реках. А у нас не повторяется ли ситуация, когда вот тоже читал в различных ватсапах, да, ну, пример приводили там в Иркутскую область. Начиная с весны, значит, ой, паводок, объявляем ЧАЭС, да, лето там, лесные пожары, объявляем ЧАЭС. Лето, опять дожди пошли, опять паводок, опять объявляем ЧАЭС. Осень, там, не знаю, запуск отопления, объявляем ЧАЭС. Зима, все перемерзло, объявляем ЧАЭС. У нас в связи с этой ситуацией вообще объявлено, могут ли быть объявлены определенные элементы чрезвычайной ситуации? Очень коротко. В целом, обмеления чрезвычайной ситуации не будет. Если относительно, может быть, следующей навигации будет мелкая вода, ну, в этом плане может быть только. Но, в любом случае, я думаю, паводок, ну, какой уровень, средний или там чуть больше среднего, ну, в любом случае, паводок будет. Поэтому я не думаю, что чрезвычайная ситуация обмелением, скорее всего, не будет, в любом случае. Ну, давайте мы сразу после рекламы еще раз в завершающей части вернемся. Я все-таки попрошу присоединиться к научной общественности, поскольку, ну, Александр все-таки представляет. И мнение ваших коллег тоже, которые мы слышали, оно тоже попробуем протранслировать. Реклама прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Один из нас в моем лице интересуется изобилием песков на реке, обмелением рек. Это явление носит глобальный характер, как уже было доложено. И, в принципе, никаких предпосылок для того, чтобы объявлять какие-либо акты, там, чрезвычайной ситуации и так далее. Ну, первый зам руководителя Госкома БЖ говорит, что нет. Ну, нужны какие-то определенные меры. Еще раз говорю, вот, Александр, все-таки протранслируйте мнение научной общественности, да, от которой очень много, на самом деле, зависит. Есть мнение того, что это только начало явления. Да, это начало явления. Вот на реке Лена уже, вот, наверное, середины августа действует опасное гидрологическое явление, да, это низкий уровень воды. Ну, несмотря вот на такие низкие уровни воды, да, ну, перевозки идут. У нас по водопотребителям, значит, вода забирается в прежних объемах. Ну, основной потребитель, вот, под городом Якутском, это наш водоканал, да, он забирает ежесуточно порядка 50 тысяч кубов воды. В то время как при таких низких уровнях воды ежесуточно у нас под Якутском протекает порядка 500 миллионов кубов воды. Поэтому при тех объемах воды у нас, ну, воды достаточно. А не будет такого, что вообще вот эти водозаборные сооружения, они окажутся глубоко над водой? Ну, это уже вопросы к водоканалу. Ну, те объемы воды, даже если вода будет при отсутствии осадков, вот, допустим, в сентябре, в октябре, мы получим минимальный, очень минимальный сток весной. Даже при тех расходах воды мы сможем, думаю, обеспечить город нормальной питьевой водой. Ну, нормальной объемы воды будет достаточно. Ну, у нас все реки, все водоемы являются федеральным, скажем так, объектом. Федеральным объектом, поскольку, еще раз говорю, ваше учреждение, Ленское бассейновое водное управление, ну, тот оператор, который, ну, занимается, скажем, водными ресурсами в нашем регионе. И какие-либо работы, какие-либо средства будут ли переброшены дополнительно для предотвращения, скажем так, отрицательных экономических явлений? Так, ну, мы вот, повторю слова еще раз Иннокентия Михайловича, сейчас вот Ленское бассейновое водное управление совместно со службой спасения, начиная с середины августа, ведет мониторинг заторопастных участков, да, вот сейчас река обмелела, берега у нас обнажились тоже. Наиболее видно сейчас, вот, как будет происходить, ну, примерный сценарий заторообразования в весенний период. Значит, с середины августа мы ведем мониторинг, это вот в Намском районе, вот, буквально на днях выезжали в Нижний Бестяк, под городом Якутском просмотрели все затороопасные участки, ну, и на следующей неделе такие же работы планируем провести в Хангаласском районе. Ну, вообще, такой мини-вывод, да, если весной, скажем так, паводок более-менее на уровне, то, скажем, вот это вот явление, когда высыхает, обмелевает водоемы, оно будет в меньшей степени подвержено, да, то есть, как бы, палка о двух концах, все на свете, как и везде к природе. Ну, вот, дополнение, Александр Николаевич, я скажу следующее, да, вот, в целом по России, правительство Российской Федерации, вот, в нашем агентстве, в Федеральном агентстве водных ресурсов, где я долго работал, вопрос обмеления, оно рассматривается. Поэтому, конечно, вот, наш федеральный орган, наверное, вот, после изучения, мониторинга, наверное, будет пакет каких-то материалов в связи с обмелением. Тут вопросов, которые можно решать, ну, не глобально, вот, в каком-то местном вот таком уровне, их много. Где-то, может быть, вот, как сказал Сергей Витальевич, могут быть какие-то вот эти шпоры, которые удерживают, ну, скажем, уровни воды и так далее. Вот. Мы, конечно, к этому обмелению вообще должны быть готовы и должны быть, постараться принять какие-то меры. Вот. Мы, наверное, будем и говорить путейством о том, что в следующем году обратить внимание на какие-то участки для наглубления, где в этом году были у нас более опасные вот уровни, снижение уровней для судоходства и так далее. Мы, наверное, будем рассматривать вопросы совместно с нашими энергетиками по попускам воды, удобное для нас бремя. Мы, наверное, предвинем в следующем году какие-то параметры по навигации. Ну, хотя навигация у нас начинается как при первой же воде, как уже чистится от льда, уже начинается, начинается осетровая. Мы можем, видимо, перепланирование по перевозкам и так далее. Только вот у нас сегодня такие меры, они могут у нас снизить именно риск от обмеления наших рек. Вот. Ну, будем ждать. Но, скорее всего, вот, наверное, в последующие годы еще у нас эти, наверное, явления или, скажем, частицы вот этого явления останутся. Поэтому мы должны быть готовы. Вот. В этом году столкнулись, уже начали изучать, ну и должны какие-то меры принять. Ну, остается уповать, скажем так, на природу, которая не позволит полностью обнажиться руслом великих рек. И все-таки картина, которая, ну, все время мы тут говорим про цикличность, да, то есть маловодие и, значит, периоды, когда уровни, ну, вышеожидаемые. И еще раз говорю, наверное, не стоит тогда вот весной говорить там, вот, у нас паводок разрушительный, там, столько-то смыло, столько-то скотина унесло и так далее, и так далее. Наверное, любое явление, оно взаимосвязано, как и везде в природе, и любое явление нужно, ну, в рабочем порядке, что ли, воспринимать? Ну, тут, понимаете ли, вот мы всегда достаточно активно контактируем с населением, ну, и они сами выходят к нам. Как раз вот во время паводка мы никогда не кричим, мы очень спокойно к этому. Это явление, явление, гидрологическое явление паводок. Поэтому мы к нему так спокойно работаем, и, конечно же, у нас задача первая, это нашего комитета, наших коллег, это мы должны обеспечивать, значит, нормальное жизненное обеспечение, безопасность нашим жителям. Поэтому будем, конечно, планово работать, но, конечно, где-то паниковать, там, решать какие-то совсем другие проблемы, конечно, не будем. У нас уже слаженная команда, слаженные мы работаем всеми нашими речниками, путейсами, всеми, кто связан с пропуском весенней полуводии. И, опять же, будем готовиться к очередной навигации тоже так же, будем базить грузы, вот так далее. Пока нет таких крутых изменений. Ну и, наверное, все-таки, учитывая масштабы природы, когда рельефы, которые являются основанием для рек, для крупных водоемов, они же миллионами лет. Конечно же. Но на нашем веку, скажем так, отначально Лена не возьмет и не обмелеет. Вот, между тем, я всегда говорю, вот, молодое поколение, вот, которое сегодня видит, да, видит, что река обмелела, у которого есть возможность выйти к реке. Раньше же не было возможности, вот, молодым людям, там, закупить мотор и так далее, они не ездили. Они максимально только, они переправились через паром или через, на трамвай в нижнем месте и видели реку Лены. А сейчас у нас другое время, сейчас вот видим же лодочные станции, сколько, так сказать, импортных, много таких моторных лодок, разного калибра, так сказать. Поэтому они счастливые люди, они увидели вот такой гигант, как река, артерия наша, река Лена вот обмелела. Они увидели его, вот, поэтому, конечно же, они будут продолжать жить новым мыслям. Оказывается, у нас Лена набит, оно очень огромное, когда выходишь, да, а в самом-то деле оно мелкое. У них основной вот глубина, скажем, вот в июле месяце, там, 3-5 метров. А вот когда межный период, вот, август, вот, сентябрь, оно, вот, видите, обмелеет вот до такого уровня. Поэтому это явление, вот, я же говорил вот в начале о том, что вот в 85-м году мы тогда не имели возможности. Максимально мы тоже на трамвай только переходить через реку Лена. А ныне мы, вот, мы уже его изучаем, его уже видим, и вот мы сидим, вот, разговариваем. А наше новое поколение, которое вот с нами вот вместе живет и работает, они уникальные возможности видят реку Лена. Вот много фотографий было в WhatsApp о том, что Алининские столбы, и перед ним только осталось порватер, да, остальное вот песок. А оно было всегда. Мы знаем, что там песок, да. Глубина там где-то полметра, метр, вот, межный период. Оно вот сегодня вышло. Поэтому надо постараться его запечатлеть, надо побывать на реке Лена и посмотреть, и увидеть его надо. Ну, в любом случае, это для всех нас очень большой урок, очень большой наглядный урок. Наглядный урок, да. Когда природа сама демонстрирует о том, какова на самом деле она. Какая хрупкая, какой тонкий баланс между, скажем так, разрушительным половодием и тем же обмелением, да. Вот именно. Поэтому и общественность, и, вернее, научная общественность, и те институты, которые ведут хозяйственную деятельность на реке, просто люди, которым, ну, не чуждо чувство прекрасного, чувство природы и так далее, они получают вот такую вот наглядную возможность увидеть, какая хрупкая она природа. И, наверное, делать что-то, чтобы каждый в меру своих сил, для того, чтобы сохранить максимально на долгие годы вот эту тонкую-тонкую балансирующую грань. Вы говорите очень правильно, да. Поэтому, конечно, мы должны, каждый житель нашей республики должен беречь и, ну, обратиться к нашей реке Лена, просить нашу реку Матушку, да, чтобы оно всегда было, ну, в нормальном таком уровне, да. Спасибо. На этой норке мы завершаем программу «Один из нас». Еще раз говорю, мы сегодня говорили об обмелении рек в Якутии. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова